Парвит зритель Ты как бы спрашивал Ну вот ты тут это, приперся, да? Стоишь так, что рассматриваешь Хлоп, это что такое? Тут раньше были курочки, теперь тут местами дрова и всякий хлам Который, можно распилить его и потопить печку Вот ты сейчас смотришь на двор Пошли во двор Можно зайти в дом со двора Вот отсюда А можно с крыльца, но мы потом с тобой с крыльца войдем Мы можем даже зайти с тобой со двора И выйти с крыльца Вот так оно сейчас выглядит Тут, кстати, когда-то была загородочка Потому что у нас тут были курочки, чтобы они сюда не заходили Здесь у нас был одно время теленочек Ой, блин, сейчас мерзкая задница пролетела Ну, ты-то, может, не догнала, я так бабочек называю Теперь вот она Вот так тут уделана Сейчас я Придержу ее Там раньше была такая штука, на которую можно было поставить дверь Но знаешь, когда у тебя есть люди с руками То можно это все подделать А когда есть люди, которые только жрать гораздо А делают ничего особо не хотят Только из-под пинка делают Но они и делают, соответственно, все из-под пинка Тут вот с этого года только так Раньше тут было закрыто Вообще-то была какая-то дверца Там был какой-то ящичек Дедушка делал Что тут за звуки? Пол скрипит, хрен ли Вот это вообще все дедушка делал Мы когда в 87-м этот дом купили Осенью Ну, где-то в конце лета То двор разбирали Потом заново делали Вот если ты путник, устал с дороги И тебе в первую очередь надо в туалет То вон та дверь, это туалет Раньше это была выгребная яма Теперь это просто такое ведерко Сунутое туда, где была раньше выгребная яма Тут много вещей, понятия которых я, возможно, даже не в курсах Либо они мне ни к чему висят и висят годами И десятилетиями Тут, возможно, с ним можно еще что-то сделать Это серп Которым травку фигачат Это насос По-моему, это какой-то специальный насос Типа пчеловодного фигурная Вон там сачок Которым можно рыбку поймать Тут еще где-то когда-то была кошка Но мне кажется, ее это Ну, такая вот Как якорь только с двух сторон Ее кто-то прихватил Ну, знаете, к нам иногда заходит Такой сказочный Существ Говорит Потом встретит так меня Говорит, слушай, я, говорит, тут к вам заходил Я думаю, зачем? Наверное, что-нибудь интересное упереть Он хороший, добрый, помогает Когда надо Ну, вот Была такая штука тут В прошлом году В этом году ее уже нет Ну, да не суть Я, короче говоря Сначала хотела тут свет включить И это все осветить А потом подумала, что можно же утром встать, записать А вообще еще часа полтора назад встала Тут вон курточка спортивная Чья-то висит Давно уже Тут всякие пакеты неведомые Мне кажется, двор в этом году слегка приопустился И полочка слегка, возможно, съехала Потому что мне всегда казалось, что она как-то повышевала Вот это часть пчеловодного улья Это вот как раз Гнездовой ящичек Ну, вообще, это был как бы улей Который бабушкин брат Старший кагабачник Шурик Делал Он над ними экспериментировал Там перегородочки были Ну, и потом из этих ульев что-то делали более меняемое Это подставочка Тут у нас Вот почему я поняла, что что-то не так Раньше вот эта палка стояла ровно И была примутана как-то проволокой алюминиевой к стене И тут был такой ровный слой бревнышек Ну, в смысле, полешек Полешков, полешков Вон там кроватка детская Кто в ней только не спал Это сушилка В ней, ну, как бы я ее ставлю на траву И на нее потом вешаю рамки Выношу рамки на осушку На нее вешаю Пчелки обжирают То, что не скачалось Вон там вот грабельки деревянные Которые дедушка делал лежат Вон там вот всякие запчасти ульев Я туда сейчас подойду Не переживай Тут вон это Толь, не толь Ну, фигня, которая крыша покрыта Это кусок от бывшей клетки кроличьей Потому что когда-то у нас были кролики Не только курицы Вот здесь был Ну, вот до сюда было сено как бы А с той стороны наполовину Вот этот кусок был разделен Там был загончик для теленочка Вот это какая-то фигня У меня такая же фигня Лежит вместо пола Над уличным душем Тут он опять Толь или я забыла, как ее звать Крышу нам с третьего раза Наконец-то докрыли Еще сказали Знаете, у вас двор отваливается Скоро свалится Поэтому у вас типа крыша течет Я думаю, крыша течет Не потому, что двор типа отваливается Скоро свалится Только три года простоит еще А потому, что кое-кто Объявляя себя супермастером Когда кроет крышу Случайно кроет через одно место Чтобы его еще пару раз вызвали Ну, соответственно, не за бесплатно Я в детстве боялась вот этого места А в прошлом году еще с тетей спорила Объясняла ей, что тут Ну, дедушка взяла так Что тут нету такой вот этой подставки Что вся вот эта фигня Туалетом опиралась на бочку какую-то В которую все вот это вот Ну, как бы, которая туалетом и служила И потому, когда эту бочку Или что-то там убрали А вот как-то немножко накренилось От времени там И что тут держится только вот на такой штуке И что столбик только вон там Под сенями И она не мог дедушка В смысле мой папа В смысле ее папа Мой дедушка Так сделать Типа то-се Пятое-десятое Я говорю, да нет В принципе, мог Просто он не рассчитывал на то Что вы там это будете Чего подвигать Это уже они с сестрой Тут, ну, родственники мои Утепляли Потому что раньше мы ульи хранили На зиму в избе А теперь вот на дворе Тут, конечно, по-хорошему Надо бы с кем-то разобраться Как минимум в три лица Но это все как-то это На потом все уходит Вот тут тоже штуки От этих самых Запчасти клеточек И не то, чтобы за части клеточек Вот тут у нас грабли в железне Тут вообще где-то Когда-то была коса Но, возможно, она ушла Немножко в сторону лево А если стоять лицом То к двери То в сторону права Короче, вперед ушла Типа зачем вам коса? Пусть она идет куда-нибудь В другое место Я-то совсем не против Я, конечно, не против Попытаться покосить косой Ручной, чтобы Ну, пусть она будет поменьше У нас в детстве были Какие-то деревянные грабельки И имитация косы деревянная Ну, типа, как детская такая игрушка Дедушка все делал Тут раньше эти всякие гоздики были Там колясочка такая Для кукол была Еще какая-то хренатень висела Но так как это все утеплилось Колясочки отдали, наверное, Каким-нибудь другим людям У кого дети помелче Чем мы Тут стало что-то иное висеть Тут какой-то шкаф Там вообще родственники Все время приволокли Вот голубое Это магазинная надставка А что под ней, я не знаю Какой-то ящик Вот это Тоже магазинная надставка Это дно Это у нас Ну, как бы Основная запчасть Тюлья Гнездовое Гнездовое дело Там тоже магазинная надставка Все, что вот такое Как бы квадратное Но поуже Это магазинные надставки А все, что пошире Да еще с ручками По большей части Это Гнездовое Это по ходу дела Сундук Я думала, это шкаф Это, видимо, сундук перевернутый Вообще, в детстве Я спала на сундуке С одной стороны Моя бабушка Ко мне сказочно относилась 50 на 50 С другой стороны Мне, видимо, нравилось Спать на сундуке Но вот так, если подумать Моя сестра спала На мягкой кроватке Широкой А я на сундуке У меня бабушка Да хрена добрая была Хрена ли Очень добрая К другим людям Мне интересно стало Что там за фигня Будет там что-то нарисован Приближу А вдруг там что-то страшное Не буду приближать Лучше завтра Если не забуду Спрошу у родственника Который приедет Раньше в этом сундуке Вообще-то короб Раньше в этом коробе Хранилась картошка Когда у нас тут Выращивалась картошка Сейчас на нем стоит Магазинная Надставка И вон еще куча Всяких магазинных надставок На полочке От этой палки Была загородка Как раз вот тут был теленочек Когда я мелкая была Я никогда в теленочку Дальше загородки не заходила И соответственно Никогда не заходила туда Я не знала Что там есть А тут вон это Полочки всякие были Какая-то странная Типа лестница И вот в нее удобно Вот эти магазинные Надставки ссувать Вот эта крышка Катурья Ее уже родственник покрывал Обивал И вот это родственник тоже Обивал Ну тут какой-то ящик с ведром Голубой какой-то ящик Я сейчас на руке снимаю Но у меня вроде лапа-то Ну Не сказать, что дрожит Вроде даже и не дрожит Если только совсем слегка Ну конечно Может надо включить Сходить за фонарем Включить и глянуть Что там Ну я думаю Там все вот это вот Все вот эти запчасти Скажем так Вот так выглядит Двор Да, кстати Это называется двор Вот так выглядит двор В доме пчеловода Который не живет тут зиму У нас как бы есть тут свет Но он уже лет 15 как не горит Потому что что-то там С патроном И у нас даже есть электрики в семье Но знаете Это вот как я в начале видео Вот этого говорила В начале части этого видео Потому что это первая часть видео Знаешь, я как бы Буду камеру-то периодически выключать Тут шмотек какой-то Да потом навесит Ну, короче, есть хотим А свет сделать Религия запрещает Что за религия у них Я вообще не представляю Потому мы тут без света Еще бабушка была живая Говорила Сделайте свет, пожалуйста Вы же сюда приезжаете То-сё Ну это Как-то вот оно и И не сделалось Даже не попыталась Не, была какая-то попытка Там поняли, что С патруном проблема А тут умерятся все руки Который Раскручил розетку Ну ты сейчас увидишь где Так и не дошурупил Ну не включил этот Локаторы свои Чтобы понять Что ему говорят Что дело-то в принципе В патроне Говорю, ой, дело в патроне Уже там все раздолбался Что можно Немножко повредил Немножко повредил слегка проводку Что это бетон Что это бетон из-под молока С фермы И раньше И раньше в них вроде как Мед держали А может не мед Ну короче Что-то в них держали Вот остался только один Такой бетон Я в прошлом году его волокола Хотела туда воды налить Чтобы про запас было И забыла Как-то вода не понадобилась Пришлось, правда, потом В конце сезона Деревенского Из него все выливать Там вода зазеленелась уже Шоточка Корзыночки Швабра Современная Там есть еще швабра Швабра допотопная Тут, кстати, при случае Можешь запереться Смотри Вон швабра допотопная Тут мешок с каким-то барахлом И Велерочка Тут даже туалетная бумажка есть Так что Огонь дорогой Хочешь по нужде Заходи, не стесняйся В прошлом году я боялась Что там что-то скрипит Потому что оно обвалится Подо мной Но Кто-то туда приперся По лесу больше, чем я Сказал, что ничего не обвалится Ну ты уже побывал, да? Вот тут это Как выход Если ты вдруг заблудился И тебе захочется Вот Боишься так в дом А вдруг там какие-нибудь пчелы Пчел там в принципе сейчас нет Хотя бывают То ты можешь Срямо из туалета По лесенке Спуститься и выползти Отсюда А если не боишься То Пошли Вход в синий Либо же выход из синий Я тебе забыла сказать Там на два замка Ну на два крючка запирается Дверь изнутри С другой стороны Можно запереть на замок Хотя мы по большей части Сейчас запираем коллекционный замок Вон там вот этот чердак Я на нем отдельной жизни Была там интересно Но проблема в том Что видишь какая лестница А у меня проблема с детства С такими лестницами Еще со школы Где эти были Шведские стенки Или как там их Забраться то я может Заберусь А вот как спускаться там В 15-13 лет Во сколько там мне было Короче меня еще тогда Оттуда спустили А тут то некому Меня спускать Поэтому не забираюсь Лучи вот Это сени Некоторые Людишки Которые тут Бывали Зимой Летом В любое время Года До сих пор не знают Как какая запчасть Называется Почему вот так Крыша отваливается Ну это в свое время Дедушка обвивал Вот этими Тартунками Но потом у нас Текла лет 10 Подряд крыша Жрать мед Хотят все А работать Немногие Особенно те Которые могут Это сделать Ну как бы Вот они Им опять запрещала Религия Да Тут всю проводку Дедушка Вначале Вот это у нас Ниточка идет Скажем так К холодильничку Холодильник допотопный Раньше холодильник Поменьше стоял в избе Потом как-то Вот тут два было Холодильника Потом один отдали Скорее всего Родственникам Оставили другой Это холодильник Наших родственников Который вот сюда Ну как бы выкинули Ну бери боже Что нам не гоже Но он вполне себе Нормальный Допотопный И хорошо работает Окей Полочка на которой Мне все руки Не доходят разобраться Мне бы хотелось С кем-нибудь Разобраться здесь Но кое-кто Ну человек С которым Мне хотелось бы Разобраться Обычно приезжает По-быстрому И с другими делами Потому что Нагружен другими людьми И другие люди Не догоняют Что этому человеку Может хочется Чего-то еще Другое поделать Короче вон та фигня Эта электрическая плитка Советская Еще с механки Я не знаю Работает она или нет Это все по-моему За навесочкой Закрывалось А чтобы ну Никто не видел Это как-то Чтоб никто Не догадался Что там есть Ну принято было Как-то В деревенских домах Вот это все Закрывать У меня была Одна знакомая Девчонка У которой Деревянный дом И мать у нее Нашила таких Занавесочек И у них Все эти шкафчики Были закрыты Вот такими Занавесочками Ну не именно такими А просто Занавесочками Тут полочка Вот над ней Вот эта Сушилка Для грибов Дедушка Еще делал А это Подушки Пчеловодные Она кладется Поверх Магазина На холстик Перед Ну в общем Между холстиком И крышкой И тут В начале лета Мой первый приезд Это вроде как Уже третий Коты забрались Где-то На дворе Была дырочка Я так и не обновила Где И Не смогли выбраться Их было два Они пришли К Алиске Алиска сидела В избе И ночью Они тут так Попрыгали Что вот это Все Дофиг свалилось Вниз Тут у нас Висят Пчеловодные Костюмы Теперь их Три Не суть Что они тут Возможно Не все Полноценные Но как бы Штаны Вот это Сетки Я тогда забыла Я забыла в каком-то Видео показать Но тут Она Полноценная Сетка Ее можно Отстегнуть Как бы Рубашка Штаны И сетка Ну еще Рукавички Перчаточки Тут столик У которого Когда-то был ящик Но теперь Уже этого Ящика нет Мне вообще Казалось Что его дедушка Сделал Там внизу Какое-то Барахло Возможно Барахло Тех Которые Теперь Заимели Свою дачу А барахло Оставили Там Ведро Подмет Возможно Даже Просто Подвозг Еще Что-то Такое В этом углу Сейчас Стоит Медогонка Которая На самом деле Сейчас Стоит В избе У меня Было Два Варианта Тебе Обозреть Домик Зритель Ну как Вот Допустим Идеальный Порядок Когда Медогонка Стоит Тут Вся Трава Которая Сохнет Горница Уже Высушенная Эквонтьюбрана И второй Вариант Вот как Бывает И как Так Ну пока Что у нас Получается Видимо Как Обычное Состояние Дома Когда Сбор В разгаре Хотя мы Качали Пока Еще Только Два Раза В этом Году Вот это Как раз Сетка Тут Пакет С бутылками Пустыми Из-под Минералки Вот Этот Наш Умелец Который Прям До хрена Электрик Разворотил То Что Разворачивает Лучше Не стоило Еще И снял Из Фигнюшки Это Вход В узбу Которую Дверь Утепленная Ее В свое Время По-моему Итишка И Алиска Слегка Пораскурочили Ну тут Ковер Из квартиры Родственников Раньше Тут были Дорожки Такие Ну такие Советские Дорожки Это Допотопный Стульчик Раскладной Слегка Пластиковый Он Раньше Был на дворе Я его тут достала Пару раз Его использовала Ну как бы В деревне Уже принято Обычно Скидывать Все барахло Которое Работает Ибо не работает Бабушка Всегда ругалась Что вы Весь сюда Хлам Привозите А тут И так Хлама Хватает Вот здесь Засов Раньше Наверху Была такая Вот Ну как бы Штучки Под засов Раньше Был сам Засов И был еще Такой Огромный Ключ Который Может С лишним Лет Вот я сейчас Вспомнила Про этот ключ Мне интересно Где он Потому что Маман Говорила Что в общем Это такой Допотопный Ключ Его вставляли И запирали Дверь на засов Но сейчас Уже Вот ее видишь Тут Досочку Прибили Потому что Дом Немножко Приосел Дверь Соответственно И до этого Была немножко Как бы Покосившаяся И вот следы На полу Так как раз Вот от этой двери Она одно время Вообще не закрывалась Но был период Когда она Действительно Закрывалась И можно было Уходили И запирали На засов Вот тут И вот тут Еще один Возможно Было Еще какой-то Для чего-то Да Вот тут Ты видишь Выход На крыльцо Ну ты конечно Можешь испугаться И свалить уже На крыльцо Но там А вдруг Там заперто А ведь Я подозреваю Что там Все еще заперто Потому что Пока только Через двор Выходило Но мы можем С тобой Продолжить Наш обзор Да Тут слегка Такой Так как Меня в первую ночь Атаковали бабочки То я побоялась Друг эти дурацкие бабочки Сядут на вещи Которые я ношу Вот здесь у нас Пакет С пакетами Под сено Которые Что-то так Они сюда приехали Оставили Родственники Но так Не набрали Когда уезжали Тут пакет с пакетами Тут всякие Теплые шмотки Которые Можно носить В принципе Только в деревне Потому что Даже я иногда Понимаю Что в некоторых Шмотках По городу Уже не похоже Ну там резиновая Которая специально Для деревни Есть у меня еще Резиновая Немножко другой расцветки Которая в городе Ну лавочку Ну лавочку тоже делал Дедушка Соответственно Эта коробка В ней раньше До этого Были В общем Вощина И я этой коробкой Частично Хотела растопить Ну моя соседка Пыталась растопить печку Но неудачно В общем Это остатки от коробки Но им можно растопить печку С помощью нее Тут вот у нас Я сейчас временно Повесила То Что у меня светило Прежде чем Открыть Двор Потому что Пока двор закрыт Вот Как бы Темновасто И прежде чем Включить камеру Тут Что Вообще Вот эти Обе вещи Это мои сестры Одно у нее было тут Другое Она мне отдала в городе Но очень мне так нравятся Эти шмотки Вот в этой шмотке Я сначала по городу Дальше шастала На велике Потом сюда увезла Второе лето она тут А это вот Я все хочу найти На Вайтберис Подобную жилеточку Или на Азон Ну где-нибудь В интернете Короче И заказать себе Но что-то вот Ничего похожего нету В общем Это очень теплая Хорошая жилеточка В городе Я думаю В ней наверное Уже не походишь Но в деревне Самое то Она Змеечку застегается Там кармашки У нее Закрытый город И в общем Она как бы Изнутри Вот такая теплая Я вчера просто В таком прикиде Поверх Вот этой туники Ходила К соседке Чай пить На улице Там у нее Там рюкзак висит Там вон пакет Который Сберегает холод Либо тепло За ней еще что-то Тут Короче много всего Ну что Наверное Ну давайте с тобой Сначала зайдем В избу Или в горницу Хотя наверное В горницу Может тебе интересно Что там Что там Уже там свет горит Специально как бы Приглашают Загляни в горницу Человек Да это кстати Сапоги Но как бы не мои Но вот тут По большей части Вот мы решили Что я так решила Что тут Обувь вот Которую снимаешь Тапочки Обычно Тапочки вот эти Оставляю тут Отдываю резиновые Куда-то валю Заходим Раньше В этой горнице Кстати смотри Можно запереть Ну так как Тут уже видишь Щелочка такая Ну в принципе Еще вот Как бы заперта Ну однажды Тут сидела кошка Алиска В ожидании Когда мы С родственниками На машине Уедем вместе с ней И каким-то образом Смогла открыть Эту дверь Мне еще сестра Сестра говорит Тетя Зачем Люля Выпустила кошку Тетя говорит Мне зачем ты Выпустила кошку Я говорю Нет Она сидит В переноске В горнице Запертая На защелку Она как-то умудрилась Выйти В общем Раньше в этой горнице Ночевала моя сестра Старшая А мы С младшей сестрой Ночевали Соответственно На крыльце А потом уже Сестра совсем Повзрослела Тут была такая кровать Которая как в избе Ты увидишь Если Доживешь До конца Путешествия По дому Нажиму И еще был Один из сундуков И на кровать Спала опять же Сестра Я спала на сундуке Я спала на сундуке В горнице И спала на сундуке Я на кольца В общем Не такой же Не такой же Линолеум Я уж не знаю Может это конечно не линолеум Короче первый советский Линолеум Который вот есть в коридоре Тот который двор И ведущий К туалету В общем Готовься К тому что Тут сейчас сохнет трава Ну а если ты решишь Остаться на ночь Тебе захочется Переночевать в горнице Раньше в горнице Ну диван Как бы была кровать Либо Сундучок И я одно время Спала тут И потом Диван был разобранный Потому что Тетя с племянником Или с племянницей Тут спали Но диван разобранный Он низенький И сам по себе Низенький Не очень удобно Потому что смотри Расстояние окна До дивана Оно было рассчитано На кровать И в принципе Я одно время Тут любила спать Либо на крыльце Но меня мучили Ночные Как минимум Одна штука Бабочка Бабушка в избе Я иду тихо За веником А ночью опять Бабочка И вот Ну потом как-то Я с горницы На кольцо перей Селилась В общем видишь Тут проводочек Он идет сюда Это как раз Вот холодильник Сейчас завтра начал Если ты вдруг Решишь остаться на ночь Я конечно Это все уберу Если тебя будет Как минимум Два человека И тебе вдвоем Захочется остаться На ночь в горнице То я тебе еще и разберу А если у вас Будет аж целых трое То у нас есть Вон раскладушка Ее можно положить в избе В принципе Тут спальных мест сколько Смотри Раскладушка Двуспальный диван Кровать На крыльце Там можно взрослому С маленьким ребенком Прилечь Но маленького ребенка Пока не считаем Потом сундук На который тоже Можно прилечь В доме Кровать На который можно прилечь С маленьким ребенком Уже 6 Диван Который можно Разложить Так же как этот Он слегка Возможно Повыше Тоже двуспальный Уже 8 Диван Деревян На котором Если можно подставить стулья Можно вдвоем лечь А можно просто Одному лечь Мы раньше с мамой спали На диване И с подставленными стульями Там матрасик лежал Ну в общем диван Это уже 9 И еще Гамака Если захочешь на улицу Поночевать То 10 Минимум 10 спальных мест При желании Ты можешь еще На полу поспать Тут где-то Я когда-то был еще Любит мой приятель Спать в этом самом Походная штука Такая Спальный мешок Если он все еще тут То вообще зашибись Аж 11 человек Можно положить Не считая Двух мелких детей Короче вот Это все снимается А сейчас у меня Пока тут сохнет Это я с прошлого раза Просто не уйдла Потому что я как бы Торопилась Эта картинка Мне осталась В память Об одной женщине В прошлом году Она служила Ковриком замышки Тут у нас Жасмин Немножко Забыла Как его звать Какой-то травы Короче Боя Не боярышник Ну короче Трава Которая Понижает давление Если у вас повышенное Или наоборот Повышает давление Если оно пониженное Вообще из головы вылетело В пакете Да Тоже растение Сушеное Тут еще растение Вон тут Начало Мальвы Я собиралась Собрать Это я привезла Из города Потому что мало ли Понадобится Клеенка Она старая Это мне Илька Вообще дарила Кошка Алиска Ее разобрала Тут у нас Тысячелистник Я как раз Я как раз Вчера собирала Полочка В прошлом году Было Было Несколько дней С дождем И я на них Разбиралась Я вот только Вон в том месте В одном Не разобрала Вот эту штуку Бассейн Бассейн был Надут Частично Ну как обычно Не совсем хорошо Умеет распределять Время Скажем так Это вот Терешка С которой Ну не сегодня В этот раз Приехала Тут вон Можно что-нибудь повесить Весит пакет какой-то Это с прошлого года Тут был воск Я не знаю Почему оно до сих пор Стоит Было сказано Не трогать Вот я и не трогаю Тут ведро Под мед Чемодан Допотопный Бонусный Здесь он вроде Еще не включался Чтобы поработать Именно Чтобы поработать Пылесос От Китфорд Который пришел Мне за какой-то там Розыгрыш Обзоров Техники Которую я купила Китфорд Переноска В которой Алиска ехала Еще какой-то Допотопный Чемодан Зеркало Почему я в платке Потому что Я выхожу на улицу Там пчелы Последний раз Когда я была без платка Меня укусила пчела И У меня вот здесь Раздулося Все Фонарик Выход тут Выход Да Вот Тебе наверное Интересно Что тут за полочка Там вообще Шахматная коробочка Но шахмат Почему-то в ней нету Это коробочки От бабушкиной Средней сестры Бабушки Римы Но она уже тоже Давно Не в этой вселенной Тут соль Хлеб Всякие Крупы Печенье Шкафчик Делал дедушка Рюкзак В котором Что-то лежит Это рюкзак Моей сестры Он служит Как бы Типа Шкафчиком Наверное Вообще Вот здесь Висела Та Фигня Слону Тут провод С лампой А сейчас Пока он снят Здесь бывает Обычно Мед Сейчас по-моему Это пусто Здесь всякие Растения Ромашка Короставник Полигой Расторопша Дикая розочка Липа Стошенной Липой Тут когда-то Были Часы Мне кажется Но потом Дедушка Это приспособил Под свои гвоздики Кошечный наполнитель Прошлого года Ящики Коробка Не помню с чем И с вешалками Ну да Тут пакет Еще с пакетами Вешалка Лампа Когда-то Ну кто-то Нам ее отдал Чтобы она была Люстрой Но по ходу дела Это из серии Бери боже Чтобы нам не вложили Какой-то хлам Это Изначально Был ящичек Который дедушка Делал для моей сестры Она тут всякую Всякие свои вещи Хранила Вот этот столик Мне кажется Тоже делал дедушка Когда вон там Этот ночной горшок Когда Ночью темно Идти на двор То можно Зайти сюда Достать Справить свои дела И засунуть обратно Там пакет с какой-то хренью Я даже не знаю Что там за пакет А это А это Допотопный Двухсотлетний С лишним Комод Часть бабушкиного Питерского гарнитура Который ее отец Мой прадед Тот Который начал заниматься Пчеловодством В 1929 году Первый в Угольческом районе Приволок из Питера В своем детстве Со своими Тетками Ну даже когда-то Каждый ящичек Закрывался на замочек Тут мои вещи Личные я тебе не покажу Потому что там Трусики Мальчики И тому подобное Мало ли ты Очень сильно нервный Это я в прошлом году Этим одеялом Шерстяном покрывала Потому что Надо было чем-то покрыть А здесь было Вот из такого Большого Свободного Тока Вот от одеяла Так Что я тебе еще Наверное Забыла показать А я тебе наверное Забыла показать Что тут Тут соль Рыба вяленая Еще какая-то хренатень Раньше мне кажется Оно какое-то время Стояло в избе Этот Столик А потом он То вот здесь стоял Потому что Комот рядом был То еще где-то стоял Что возможно Я тебе забыла показать Либо не забыла А Наверное В окно посмотреть Тут еще дедушка Делал специальную Сеточку Можно было вставить И как бы Рамочка такая С сеточкой Открыть окошечко И оно проветривалось И мухи сюда Не летели Но теперь мы Сеточкой не пользуемся Потому что Сеточка По большей части Жила свое Отремонтировать Особо некому Да ну и как бы Это Большей частью Используется Как Посушить траву Потому что Никто тут Кроме Лёля Не ночует Особенно после того Как кое-кто Купил себе Дачу Ну и соответственно Раз Лёля Ночует Не тут А в избе То в принципе Проветривать Тут особо не надо Ну вроде как Я ничего не забыла Если вдруг Что забыла Ты мне Откни в камень Да потом Лёля Что за вот эта вот Фигня В верхнем правом углу Монитора Или в нижнем правом Углу монитора Или в верхнем левом В левом правом Углу монитора Можем так сказать Это скажем так Вот этот вот Слегка бардак Это как Ты бы пришёл в гости И предупреждая И увидел бы то Что тут на самом деле Всё как есть Не прилизанная Я пытаюсь Вспомнить название Той травы Которую я бы звала Боярышником Хотя я боярышник Это ягоды Если ты понял По виду То дай знать В камень Потому что Оно у меня на языке Крутится Я не могу вспомнить Я ещё хотела Его сегодня Собрать Посушить А потом И отмельчить Ещё его Настойка такая Бывает Ну чё Выходим Идём сейчас Наверное В избу А потом Я тебя С крыльца Выгоню Заходы дорогой А гостем буш Кровать Вот такая же Похожая была В горнице Тут когда-то Висел фонарик Вообще Изначально Там когда-то Висело Ещё одно время Штука Штука такая Которую Шурик делал Сигнализация Потому что Однажды Кто-то Когда-то У нас Пытался Скоммунизить Мёд Тут Зеркало Кстати Похожее Зеркало Где-то Заныкано В горнице Из механки Тут Вон это Вот Та Жилеточка Обычно Раньше Висела тут Пока Сюда Не нахлынуло На шестре Жоп С ушами Вот это Стоит У меня Тут Потому что Я когда Ложусь Спать Я сюда Ставлю Водичку Пол-литровую Ложу Телефон И очищник С очками Почему очищник С очками Потому что Именно Эта кошка Пытается Раздолбать Какие угодно Очки Если не Без очищника Почка Кошачий Лоточек Стольчик От того Гарнитура Таких Стольчиков Было два Тот самый Которому Двести лет Еще был Столик Столик Мы не Увидели Потому что Столик Еще в бабушке Нам детстве Ее папа Продал Пообещав Что сделает Новый Но Так и не Случилось Вон там Вот Савоцек И венец Вот здесь Ночую я Середины Прошлого Лета Я что-то Все спала На диване А потом Думаю Блин Можно же На кровати Спать Вот этот Ты возможно Видел Каких нибудь Видео На механке Он в большой Комнате Был Та полка На которой Я разбиралась Хотя Кто нибудь Может Копаться И сказать О Опять Какой-то Бардак Но ты Не видел Бардак Который Был До этого Годами А может Видел В каком-нибудь Видео Если ты Смотришь Деревенские Влоги Тут Удлинительные Ну как бы Одним Я пользовалась А другой Тут Тоже Заставала Потому что На днях Была Проблема Штучку Вязала Балушка Крючком Это Пчеловодная Сетка Я тут В ней Ходила Когда Воевала В первую Ночь С этими Самыми Нашествием Бабочек Вот этот диван Можно разложить При случае Тут спят Иногда Ну в смысле Днем лежат Вот это Маруся Моя бабушка Вышивала И вот эти Вот три Тоже Изначально Она как бы Ну завещала Это Типа говорила Вот память О ней Кому Кому-то Такая Маша Ну кому-то Из нас Одна Сестре Одной Другой Сестре Мне Ну вот Бабушке Не стало И это Нафиг Никому Кроме Этого Дома И видимо Меня Не надо Там Вон Коврик Который Я покупала Под Эду Кошке Но он У меня В итоге Здесь Служит Ковриком Под ноутбук Когда я тут Работаю Вообще Снотбук Коврик Для мышки Который Подписчик Влад Когда-то Дарил Коверх ногами Китайский Шелк Сумка От этой Самой Камеры Шотатива Вот это Горка В которой Я все Никак Не уберусь Потому что То Какая-то Погода Не та То Внезапно Окно Надо Ехать В город Вставлять Там Вон у нас Икона Даже есть Над телевизором Потому что Сначала Сюда Подключили Какую-то Хренатень Потом Сняли Антенну И в общем Как-то Все там Очень заумно А ведерко Только что Вода Короче Вода Закончилась Я собиралась Сходить По воду Вон там Вот кухня Это маленькая Такая Можно сказать Спальня Я думала Может тут Занавесочку Какую-нибудь Такую сделать Вообще Изначально Тут была Русская печка Когда мы Только этот дом Купили Но мы ее Разобрали Потому что Как бы Печка Во-первых Была старая Во-вторых Нам не нужна Была именно Такая Русская печка Тут зимой Не собирались Жить Вот эта Тряпочка Кладется Сейчас На пол Когда ставится Медогонка И качается Мед Почему там Вот газетка Как бы Вчера Тут еще Стекал Мед Я думала Может еще Приоткрыть И чтобы он Стек Это Медогонка Нашего Шурика Бабушкиного Старшего Брата А родовая Медогонка Сейчас В выдрах О чем Все страдают Потому что Она была Удобнее Ее не надо было Мыть После каждого Медокачания Это вот тот Самый диван Которому 200 с лишним лет Как раз За часть гарнитура Так же Как вот эта горка Он изначально Был желтый Так же Как стульчик Я думаю Он изначально Был вот именно Такого цвета Просто его покрасили Сначала в желтый А потом в зеленый Курк Стульчик Табуреточка Табуреточку Я думаю Дедушка А вот стульчики Уже Советские Допотопные Покупные Вон та штука Это от моих родственников Из их бывшей квартиры Но они как бы Поменяли потом квартиру А телевизор покупала Моя мама В 90-х У нас был Не цветной телевизор До этого А потом она купила цветной Иконы Крынков Крынков Которые обычно Греются Вода кипятильником А потом туда Или просто Горячая вода Засуется Заливается А потом туда Оставляются Пчеловодные инструменты Чтобы натягивать Овочину На рамки Градусник Давай узнаем Сколько градусов Он там покрыт Чем-то Ну Ткань Бывший Одной второй Подать Деяльник А покрыт гамак Потому что В этом году Птички навели гнезд И нагадили На него Пришлось мыть Огурцы Которыми У меня угостила Вчера соседка Не особо хороший По качеству Блендер Как оказалось На второй год жизни От Китфорда Который Первый день работал Более-менее Так А потом Сколько не заряжаешь Он как-то особо Работать не жаждует Солнечный аккумулятор Точнее аккумулятор Солнечная батарея Либо от сети Радио Которое Совсем перестало работать После того Как нам установили Вот эту лампу Совсем недавно Не знаю Почему Оно не очень хорошо работает Когда рядом телефон А когда телефон Уберешь Все равно Он как-то Это Я в этом Раз привезла С собой Вот эту штучку Которую мне Подписчица Света подарила В прошлом Что ли году Там был наборчик Такой Too cool for school Маска какая-то Потом Умывалка И вот эта штучка Использую Вместо крема Для рук Просто что-то решила Что ему самое время Тут в деревне Стульчик Почему он покрыт Какой-то Одеялкой Потому что Когда я сижу У меня всегда Чем-то должен быть Покрыт стульчик У меня холодно Иначе Чесночные палочки Огурцы Полотенечко Сохнет Полочка Прабабушка С прадедушкой Шурик Со своей женой Подсвечники Какие-то штуки Для пчел Часы Которые идут Непонятно куда Печка С этой стороны Что тебе еще Хотела показать Зрителю А Град Термометр Фаренгейт И Цельсий Допотопный Советско-Союзный Нашествие пчел Которые почему-то Каждый год Сюда прилетают Откидывать Ласты Хотя возможно Тут О них стало Чуть поменьше Потому что Кошка Уже мертвеньких Любит пожрать Раньше Эти окна делились Как Вот это Мое Вот это Мои старшие Сестры А это Младшие Сестры Земочек Тут где-то Еще есть А вот Замочек На который Мы запираем Это Ветка Случайно Обломанная Мной Выросшая На сухой ветке Жасмина Все никак Не пустит Кури Но уже Распустила Несколько Листиков Ствол У нее Потемнел Она сама По себе Изогнулась И все Еще живая В прошлом В прошлом году Прилипучки Для пчел Фудик Для мух Точнее Сюда Еще Изначально Вставлялись Теплые рамы Но я вообще Не знаю Где они И бабушка Дедушка Их вставляли Потому что Жили до Конца октября Иногда и дольше Специальный Кусочек Деревяшки Чтобы подставить Под медогонку Чтобы она Наклонилась И Вытек мед Который Там Застрял Допустим Легкий Бардах На печке Соколудка Которую Потом Отнесу Курицам Деда Кошачья Еда Ведро С мусором Если у тебя Какой-то мусор С тобой То лучше Вот туда Выкинуть Штука Которую Мне надо Вымыть Из под воска И ложками Со скрепстви Умывальник Крышка От него Ну Мне как-то Удобнее Вот эта Крышка Его покрывать Только Когда Я куда-нибудь Сваливаю Сусылка Зубная щетка Зубная паста Чашечка Для полоскания Рта Мыло Которое Пережило Зиму Тут Не знаю Что это Такое Плита Сейчас газ Перекрыт На две Конфорки Этот столик Раньше У нас стоял На механке На кухне В моем детстве Потом его Сюда перевезли И там Мама туда Купила Тот столик Который Сейчас стоит В играх Ну когда Вот Ты Если смотрел Видео С кухни С механки То там Как раз Тот столик Который Купила мама Вместо него Раньше Стоял Этот Я Внизу Разобралась Еще В прошлый Приезд Теперь Тут Йогурница Медленная Варка Китфорд Всякое Такое Другое Досочка Тут Срезис Меда Они Сначала Как бы Вот Тут Дуршлаг Дуршлаг То сито Стояло Здесь С него Все Стекало Я вчера достала Чтобы его Потом помыть Там Вот Вода Которую Можно Чарь Разбавить Тут Возможно Сахар Там Соль Заварка Сейчас Тут По-моему Пуэр Чашка Тут Что-то У меня Заварено Было Покрыто Блюдечком Чтоб Наглая Какая Муха Ли Бабочка Не залетела Туда Шкафчик Почему-то Вот у него Дверцы Как-то Стали Косовасто Вот Это Мы В детстве Сестрами Выжигали Дедушка Делал Вот Такую Шточку И досочки У каждой Была досочка И средства Для выжигания Ну Одно Средство Для всех Для выжигания И мы Это Занимались Таким Щелепкой Из глины Вот Это Сеточка Которую Дедушка Делал В каждом Окне Для каждого Окна Была Такая Сеточка Но Она Уже Дырками Пошла От старости На Где-то Новую Такую Сеточку Делать ее Сулы Поэтому Здесь Вот Так Вот Кошка Прыгает В это Окно Чайник Китфорд Опять же Кстати Неплохой Плитка Ведра С колодочной Водой Было Две Таких Крышки Но У нас Есть Сказочный Дедушка Который Приходит Видит То Что Ему Нравится И Уходит С этим Сковорода Которая Была Одно Время На Механке Куча Сид Потому Что Тетя Одно Время В деревне Вместо Мешка Специального Для воска Использовала Сито Для Процеживания Ну И Соответственно Просто Представь Что Бывает Сначала Горячий А потом Он Остывает Полка Для Таргет Для Душа Шампунь Всякая Фигня Такая Бытовушная Кастрюльки Вот Еще Тут Все Такое А Это Вот Ведро И Тоже Под воду Прудовую Раньше Еще Вот В этом Она С бабушкой Тут жили Вдвоем То Родственники Приносили Вот сюда Воду Колодежную Тут Хранили Просто Чтоб Нам Хватало Бабушки Ну Нельзя Было Тяжело Поднимать Я Тяжелое Тоже Не Могла Осиливать Еще Дико Боялась Колодца Потом Когда Стала Тут Жить Уже Как-то Перестала Его Бояться Хотя Когда Подхожу К Колодцу Говорю Дьявол Пожалуйста Пусть Туда Ничего Не свалится Ни сережки Ни очки Ни я Сама Можешь Над этим Поршать Зрители Если Ты Любишь Смеяться Над чужими Страхами Но Это Выглядит Наверное Забавно И тут У нас Я все Хочу Тут Более Менее Разобраться Чтобы На одной Полке Были Всякие Такие Чашки Сладости Другой Только Чай Тут Могу Все Наверное Тебе Не надо Объяснять Что Этот Ящичек Вот Этот Тоже Бел Дедушка Тут Вон Табуретка Кстати Так Че Я тебе Все Наверное Показала Я зевать Я зевать Я зевать Я тебе Сейчас Переживешь Немножко Тут Вот Мед Просто Я тут Попила Сегодня Холодного Куфира И начала Чихать И кашлять Мне Надо Салфеточку Чтобы Высморкаться Да Вот Здесь Мед Который Натек Вон Там В чашке Не видно Конечно Но Тоже Мед Смотри Сейчас Крыльцо Крыльцо Все Решила Забить Думаю Ладно Если кто-то Приедет Реально Ночевать Сюда И решит С ночевкой В гости И решит Что хочет Именно На крыльце То я тут Все разберу Уже Перед этим Самым Перед тем Как человеку Ложится спать Сейчас Сейчас Тут У нас Да Вот Это Окно Оно Давно Уже Так Задел Закрыто Потому Что С улицы Ты сейчас Увидишь Оно Еще Закрыто Совсем В этом Году Тетя Его Закрыла Потому Что Летят Сюда Всякие Осы Пчелы Жоп С ушами Вот Это Сетка Зеленая Сейчас Он Открыт Потому Что Там Каких-то Живностей Нашли Которые Там Не Должны И И Все Рамки Вот Здесь Висели Я Сейчас Открою Дверь Чтобы Все Видно И Вот Когда Я Вешала Рамку У меня Потом Какая-то Уснувшая Пчела Укусила В руку Это Ящик Для Рамок Это Ящик Для Рамок Это Сундук Это Сундук На котором Я Спала Вот Он Вот Сундук Остается 6 минут До Конца Флешки Короче Я Только Что Открыла Другой Рукой Немножко Больно Пальчик Этот Замочек Ключочек Я Сейчас Занавеску Слегка Сдвину Чтоб Тебе Было Видно Все Тут При Свете Этого Самого Вот Ты Уходишь Отсюда Да Вот Эта Дверь Раньше Закрывалась Вот Здесь Как Такой Ключочек Был Видимо Но У нас Сдержалась За этот Ключочек Веревочкой Такая Щелочка Была Чтобы Котик Прошел Ну Или Мелкий Ребенок Прошел На тот Момент Мелкие Мы В общем Это Все Ящики Под Рамки Это Бывшая Ловушка Под Пчел Две Части Вот На этом Сундуке Я спала Как я Уже Говорила В этом Сундуке У нас Сейчас Два Ряда Магазинные Рамки Лежат Но Что То Уйдут Обратно Это Гнездовые Рамки Потому Что Видишь Ящики Побольше Гнездовая Рамка Это Вот Это Гнездовая Рамка Это Она В два Раза Более Чем Магазин Я думаю Должен Понять Это По Размеру Ящиков Искусственная Вешалка Естественная Ну В смысле Детушка Сделана Тут Тоже Всякое Барахло Может быть Немнятные Речки Какие Пчеловодные Допотопные Мне кажется Вообще Бабушка Дела Шляпа Пчеловодная Дедушка Наверное И помогал Вот У меня Говорит Что Флешка Заканчивается Ну Тут Некий Склад Вещи Которые В принципе Они могли Быть Забрать С собой Но Они Думают Что У нас Тут Редкостная Помойка И Всякое Барахло Должно Именно Тут Лежать Ну Чего Зритель Выматывайся Да Столик Вообще Пчеловодный Но Когда Им Не Пользуются Я И 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 Вот Крыльцо Полисадник Ну И Я Тебе Чуть Попозже Еще Засниму Весь Этот Вид Нашей Территории Плюс Минус Ну И Выход На Гамак Если Ты Еще Не Хочешь Уходить Тут Вот Мой Верик То Можешь Снять Тряпочку И Покачаться Ну И Наверное На Всякий Случай Пока Тебе